Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Хотя, наверное, будет правильнее сказать, что неделя у нас совсем даже не очередная, а замыкающая 2016 год. Я думаю, что многие из вас уже ознакомились с содержанием экономического календаря на предстоящие пять дней и смогли убедиться в том, что, по сути, никаких важных релизов в ближайшее время нас не ожидает. И, может быть, эти брифинги, которые мы с вами регулярно проводим, а сейчас у них уже нету такой острой необходимости. Но, с другой стороны, я все-таки допускаю тот факт, что мы сможем увидеть с вами еще очень интересное движение вот в ближайшие дни, поскольку традиционное рождественское ралли, оно обычно имеет место быть на финансовых площадках, и сейчас это рождественское ралли может быть подкреплено еще наследием того серьезного фундамента, который у нас как отголосок идет вот с середины и даже начала 2016 года. И мы все прекрасно понимаем, какие макроэкономические события мы продолжаем отыгрывать. Не знаю, как поведут себя трейдеры в ближайшие дни, начнут ли фиксировать результат под закрытие 2016 года, чтобы уже со спокойной душой перейти в 2017, там уже заново оценить картину, обстоятельства, которые на рынке сложатся, и после этого, может быть, снова проявлять активности. Но я знаю наверняка то, что рынок просто так трейдеров не отпустит. Поэтому вероятность того, что активы сейчас впадут в спячку, то, что активы не покажут нам интересное движение на тонком рынке, все-таки не такая уж и великая. Поэтому я предлагаю вам еще раз, это прямо мое наподствие, быть крайне бдительными. Следите за теми новостными, скажем, комментариями, событиями, которые будут появляться на финансовых площадках. Может быть, какое-то острое заявление со стороны представителей, отдельных регуляторов, которые нас интересуют. Мы их обязательно, если они все-таки будут озвучены на рынке, постараемся разобрать, проанализировать и еще раз оценить перспективы тех инструментов, которые нас интересуют. Ну а теперь давайте немножко конкретики. Начнем мы с рынка черного золота, в частности, бренд закрытия прошлой недели на отметке 55-68 с небольшим повышением. Но нужно признать, что актив находится сейчас на практически пиковых экстремах, максимальных уровнях. И, конечно же, велика вероятность соблазна того, что трейдеры продолжат отыгрывать оптимизм, связанный с тем, что рынок углеводородов постепенно возвращается в балансовое состояние, поскольку, вроде бы как, в ближайшее время сможет говорить о реализации тех договоренностей, которые легли в основном соглашения Ближневосточного картеля и, соответственно, тех стран, которые не входят в это страновое объединение. И, в частности, вот этот геополитический и аналитический пакт, он действительно является таким позитивом, которого, пожалуй, рынок не видел фундаментально, с точки зрения для всего рынка черного золота с 2002 года. Я не хочу уделять значение этого фундамента, но все-таки предлагаю вам оперировать цифрами, фактами. А эти цифры и факты говорят нам о том, что регионы по уровню добычи по-прежнему находятся на максимальных планках, исторических максимумах. Поэтому, к сожалению, те цифры, которые я лично видел в последнее время, ну, никак не настраивают на меня, на оптимистичный лад, поскольку все-таки я уверен, что отдельные представители ОПЕК, ну, вот так вот просто не позволят другим конкурирующим, скажем, регионам отобрать у них значительную долю рынка. И это касается, в принципе, всего рынка углеводородов. Ну, нам осталось, конечно же, сейчас дождаться только данных по уровню добычи за декабрь. Хотя в январе нам еще могут сказать то, что рано еще оценивать цифры, поскольку соглашение начнет действовать только ночной действий с 1 января, соответственно, более-менее объективные цифры у нас появятся только в феврале. Ну, если регионы, которые поддержали это соглашение, действительно хотят последовать делом за словом, они уже сейчас будут корректировать производство и предложение. Поэтому, если в начале января мы с вами будем, будучи анализировать цифры за декабрь, получим подтверждение того, что исторические пределы по-прежнему актуальны, я думаю, что вы, точнее, даже еще большее количество трейдеров, участников рынка присоединится к моей позиции и начнут, наверное, искать больше пессимизма, который характерен для всего рынка углеводородов. Пятичная торговая сессия. Большую часть дня мы наблюдали, как Brent и WTI находились под давлением. Во-первых, это та динамика, которая была следствием желания трейдеров зафиксировать профит. Ну и, конечно же, у нас был еще на повестке очень важный релиз. Это статистика от Baker Hughes по количеству нефтяных платформ и терминалов. 50-23 штуки. Теперь мы говорим о такой цифре. Рост на 13 с 510. И у нас уже 8 недель подряд такого серьезного прироста. Два месяца, которые являются следствием высоких цен на нефть и, конечно же, позволяют сланцевым производителям возвращаться в этот большой и очень богатый бизнес. Я думаю, что эта тенденция сохранится и дальше. Уверен в том, что 2017 год по количеству терминалов мы сможем легко перевалить даже за 750. Ну и сами прекрасно понимаете, что такой прирост может обеспечить разгон добычи в рамках ОПЕК примерно до 9,5, точнее, в рамках США, до 9,5 миллионов баррелей в сутки. Это гораздо больше, чем мы видим в планах сокращения отдельных, не вхожих, скажем, ОПЕК регионах и самой организации. Поэтому не вижу никаких долгосрочных стимулов, указывающих на то, что мы можем увидеть, ну уж совсем еще более высокие цены на угли в дороге. Я жду коррекции, надеюсь, что если не на этой неделе, то, по крайней мере, с начала 2017 года мы увидим и получим какие-то фундаментальные предпосылки для этого и попробуем отыграть идею, которая предполагает возможность ослабления обоих активов, бренд и WTI. Рубль 61.38 есть еще в несколько торговых сессий, чтобы дождаться вот этого ожидаемого ослабления курса рубля. Поэтому цели нам, наверное, приходится уже корректировать на более скромные значения. Это не 64, не 65. Думаю, будет неплохо, если сможем добраться до сопротивления 63, но нужно получить поддержку от снижения нефти. Евро против доллара. Здесь фундаментальная картина не меняется. Котировки сейчас 1.04.60. Не хватило уверенности у продавцов, чтобы приблизить европейский полеактив к паритету до конца этого года. Хотя еще не вечер. У нас 5 полноценных торговых сессий. Все может случиться. И тем более, что в последнее время у нас происходит все самое непрогнозируемое и непланируемое. Лучше всего, конечно же, уже признать тот факт, что на реализацию этой идеи понадобится больше времени. Но мы понимаем то, что фундамент не меняется. Ключевые причины – это контраст монетарных политик, это расхождение динамики в доходностях соответствующих облигаций рынков США и, соответственно, еврозоны. Эта статистика по еврозоне даже не будем говорить в целом про макроэкономические данные, поскольку знаю, что многие из вас может даже увидеть какой-то позитив. Я хочу отметить только один отчет – это по инфляции. И он по-прежнему далек от целевого значения в 2%, который является по инфляции, скажем, мировым стандартом. До этого значение до этой цели еще далеко, и поэтому Европейский центральный план, ну, конечно же, будет по-прежнему проявлять крайнюю внимательность к экономической конъюнтуре национального характера. И мы будем в связи с этим надеяться все-таки на новые стимулы, потому что, наверное, стоит уже также признать, что текущая программа количественного смущения в текущем исполнении пока не очень способствует восстановлению, собственно, индекса потребительских цен, достижению его целевого значения, и никак через стимул потребительской активности не подстегивает экономическое восстановление до тех уровней, которых, наверное, достойна Еврозона как один из самых развитых рынков. В целом, с точки зрения негатива, все ясно. Я даже предлагаю вам еще больше акцент делать на политическую составляющую, об этом мы также будем говорить очень много в 2017 году. Грядут выборы в Германии, грядут выборы во Франции, еще не ясно, каким последствием приведет отставка премьер-министра Италии. Параллельно следим еще за развитием банковского кризиса в Италии, который, похоже, будет набирать обороты в начале 2017 года. И даже тот пакет помощи со стороны итальянского правительства до 20 миллиардов евро очень мало, потому что, как мы уже с вами говорили, одному банку, который сейчас испытывает самые большие трудности, возможно, из тройки крупнейших звеньев банковской системы Италии, этому антеду Паши понадобится 10 миллиардов, а то и даже больше в перспективе ближайших полутора кварталов. В общем, такой настрой лично меня по-прежнему держит в коротких сделках и операциях по евро-доллару, и, соответственно, я жду, как и раньше, паритетное значение, и надеюсь, что вместе с вами, скажем, общими усилиями, мы сможем затащить этот инструмент к столь заветной цели. Фонд против американца. А в пятницу уже было поверил то, что мы сможем с вами пробиться по этой валютной паре фонд против доллара ниже поддержки 1.22. В частности, минимальное значение 1.22.27. Все складывается сейчас как нельзя лучше, негативные настроения сохраняются. Но вот от отметки 1.22.27 пара, получив, собственно, хостивную для роста, соответственно, отскочила, скорректировалась и сейчас находится на отметке 1.22.70. Но недалеко ушла. Что же поспособствовало повышенному интересу и спросу на фонд именно, даже скажем, ближе к второй половине торговой сессии пятницы? Вы помните то, что у нас на повестке был очень важный отчет по экономическому восстановлению в УВП. И, в частности, если говорить про эти релизы, ВУВП Англии в квартальном выражении 0.6% с 0.5%, а вот в годовом спад 2.2% с 2.3%. И здесь я советую искать больше негатива и уже признать тот факт, что рост рынка потребительских цен, который является следствием ослабления курса национальной валюты, уже начал напрямую влиять на потребительскую активность и на, соответственно, темпы экономического роста. Я думаю, что этот тренд снижения сохранится и дальше. То есть, далее у нас, в соответствии с прогнозами, экономическое восстановление в 2017 году ниже 2%. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Поэтому предлагаю вам дальше рассматривать фунт с точки зрения аутсайдера, который уже в первом квартале 2017 года напрямую и всецело вернется к фундаментальной составляющей, отыгрывая Brexit, потому что у нас ближе к марту инициирование 50-й статьи. И, судя по всему, Тереза Мэй будет гнуть свою линию, делая ставку на контроль миграции, а не на сохранение доступа к единому европейскому рынку. Многие считают, что худшие времена для британца еще впереди и, может быть, в перспективе 2017 года фунт сможет восстановиться даже до отметки 1.30-1.35. Но прежде чем это произойдет, фунт может добраться не то, чтобы до поддержки 1.20, а может просесть даже в район 1.15. Я считаю, что этот сценарий сейчас можно рассматривать в качестве наиболее вероятного на 2017 год. Нам нужно, чтобы фунт хотя бы сейчас добрался до отметки 1.21. Дальше. Доллар японская иена. Можно сказать, что пара продолжает находиться на своих максимальных уровнях. Вот сейчас котировки на 117.15. Ну да, видели некоторое время назад эту пару повыше. Но в целом интерес к американскому по-прежнему сохраняется. Тем более, что в пятницу у нас вышло еще пару сильных отчетов по рынку недвижимости. Мы в последнее время меньше обращали на него внимания. Но сейчас я думаю, что раз уж готовимся к трем повышениям процентной ставки, нужно делать акцент не только на рынок труда, но и недвижимости. Здесь прогресс также очевиден. Продажа новых домов в прошлом месяце выросли на 5.2%. За прошлого спада, между прочим, на 1.4%. Мичиганский индекс потребительского доверия 98.20. 98.00. То есть, также совершенно очевидный прирост. Как я уже отмечал, все большее количество трейдеров объединяются идеей того, что ФРС будет продолжать вот гнуть линию жестко монетарной политики. Действительно, основной стимул пара получила после того, как победу на президентской гонке одержал Трамп, а потом уже трейдеры раскрутили вот эту спиар, тех последствий, которым может вообще привести это президентство. И сейчас уже все говорят о том, что жесткая монетарная политика – это тот фундамент, без которого, в принципе, Трамп не сможет реализовать те идеи, которые обозначал в ходе своей предвыборной кампании. Мы с вами также об этом говорили. Я предлагаю сейчас не останавливаться. Я думаю, вы все помните, что планирует сделать Трамп. Если не помните, ничего страшного даже, если забыли, потому что мы с вами начнем 2017 год, опять же, с такого локального подведения итогов и поставим снова новые горизонты, в том числе и серьезные фундаментальные события, которые грядут, к которым мы обязаны готовиться. Но сейчас, наверное, нужно отдать должное. Доллары действительно – это самые привлекательные инструменты. Я не сомневаюсь, что пара USDEN будет расти, поэтому тем, кто хочет респонд сейчас, вопреки даже наличию потенциала коррекции, я уже давно говорил, что следует и дальше покупать эту валютную пару. Но я пока до конца этого года, пожалуй, поддержусь от нее в стороне, даже несмотря на все те условия, которые сигнализируют о том, что длинная сделка, она сейчас сохраняет самую значительную актуальность. Поддержку роста USDEN оказывает не только тот фундамент, который есть по США, но еще и новостной фонд, который идет со стороны конкурента доллара, в данном случае по этой валютной паре. Это со стороны Банка Японии. Буквально несколько часов назад вышли протоколы последнего заседания. Здесь стоит отметить то, что большинство голосующих членов сослались на то, что понижательные риски сохраняются, соответственно, и являются весьма актуальными. То, что возможно стоит рассмотреть возможность доподдержки, если индекс потребительских цен будет и дальше находиться на столь скромных значениях. И также все единогласно признали тот факт, что 2% по инфляции как цели в прогнозируемые сроки уже достигнуть не удастся. В связи с этим и дальше будут ставки держаться на отрицательной территории, и дальше будут доходности по дискеткам удерживаться в районе 0%. Вы знаете, чтобы выполнить эту цель, Банк Японии готов проводить валютные интервенции в потребных объемах. В общем, такой, конечно же, подтекст настраивает на потенциальное ослабление японской валюты, ну и, наверное, еще больше поддерживает интерес к длинной сделке по паре USD и EUR. Евросвиси, сейчас котировки у нас 1.07.25, на реализацию достижения цели по этой валютной паре также потребуется чуть больше времени, поскольку нам нужно, чтобы евро оказалось сначала под серьезным давлением. Поэтому эту идею мы также с вами перетаскиваем уже в 2017 год. Из других валютных пар, австралиец, новозеланец, ничего интересного нет, ну и, пожалуй, нас пока эти активы не интересуют, потому что мы уже добрались до нашей с вами цели. По обоим инструментам USDCAD также наша цель выполнена. В пятницу вышли данные по ВВП, и еще до пятничных ВВП мы смогли протестировать сопротивление 1.35. Но вы помните, мы говорили про потенциал слабой статистики, и наши ожидания были отправлены, потому что экономический рост в Канаде, к сожалению, продолжил снижаться, и в данном случае стоит отметить то, что, так секундочку, ВВП просел на 0.3%. Днем ранее мы получили слабые цифры по инфляции, 1.2%, когда мы выражены с 1.5%, в месячном и вовсе спад на 0.4%. Конечно же, это то, что оставляет двери открытыми для еще одного снижения процентной ставки, о чем мы с вами поговорим уже в 2017 году. Золото в целом позиционно находится под давлением, конечно же, тогда, когда облигации, особенно американские, торгуются на максимум за последние два года. Ну, о каких инвестициях золота может идти речь, тогда, когда этот актив, ну, не готов дать прибыль никакой, кроме изменения номинала. А вот облигации сейчас радуют буквально по всем фронтам. До тех пор, пока такая картина сохранится, я думаю, что это точно на первых кварталах 2017 года, золото нужно продавать, и мы с вами поставили цель 1100 долларов за тройскую функцию. А американский фондовый рынок, как и раньше, интересны покупки, и ждем тот же самый S&P, как минимум на отметке 2300, хотя можно даже поставить цель и повыше. Сейчас мы видим то, что американский фондовый индекс, национальная бенчмарка фондовой секции, торгуются на отметке 2258. Из важных событий сегодняшнего дня, к сожалению, выделить ничего, но не стоит расстраиваться, потому что предновогодний рынок, низколиквидный рынок интересен тем, что может показать волатильность еще даже больше, чем постфактум какого-то важного события. Пожалуйста, будьте бдительны, соответственно, контролируйте риски и не злоупотребляйтесь классическими правилами, я думаю, всем известными. Риск менеджмента. На этом, собственно, все. Не забывайте, что сегодня в 16.30 у нас состоится вебинар, где мы еще раз поговорим про основные события в прошлой неделе, ну и для тех, кто посещает брифинги, завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.